Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, физика 8 класс. Отвечаем на вопросы после параграфа 45. Вопрос номер 1. Как зависит сопротивление проводника от его длины и площади поперечного сечения? Сопротивление надо представлять себе так. По проводнику движутся заряженные частицы. На их пути встречаются препятствия. Это и есть сопротивление. Препятствия – это ядра атомов, которые расположены в углах кристаллической решетки металла. Сопротивление мы будем обозначать буквой R. Оно всегда обозначается буквой R. R – это сопротивление. Естественно, предположить, что от длины проводника L зависит сопротивление проводника. Почему от длины зависит сопротивление? Если провод длинный, то преодолевать препятствия в виде ядер атомов движущимся частицам придется больше. На их пути больше препятствий встретится. Поэтому сопротивление прямо пропорционально длине проводника. Чем больше длина проводника, тем больше его сопротивление. И еще одна величина, от которой тоже зависит сопротивление – это площадь поперечного сечения провода. Площадь поперечного сечения. То есть толщина провода. Здесь зависимость будет обратная. Чем больше площадь поперечного сечения, тем сопротивление будет меньше. Чтобы это как-то себе объяснить, можно представлять узкую дверь, в которую пытается пройти большое количество людей. Чем дверь уже, тем труднее им сделать. Это значит большое сопротивление. Если же провод толстый, площадь поперечного сечения большая, то людям проще будет пройти, сопротивление будет меньше. Чем больше площадь, тем меньше сопротивление. Значит, сопротивление пропорционально обратно пропорционально площади поперечного сечения провода. Сопротивление прямо пропорционально длине проводника и обратно пропорционально площади его поперечного сечения. Если вы хотите знать ответы на остальные вопросы, следите за новостями с сайта онлайн-гдз.нед в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал онлайн-гдз на ютубе.